Всем привет! Меня зовут Ленина Киржаева. Я живу в городе Выборка. Это Минградская область. У меня двое прекрасных цветов. Буш военнослужащий. К этому часунку приезжаем. Сегодня я вам расскажу, как я веду свой бизнес в команде Территория Рейса. И какие вообще здесь важности. О чем вы сегодня услышали? В чем смысл бизнеса? Что нужно делать? Кроме Елены, кто-нибудь еще не слышит? Напишите, пожалуйста. Сейчас сделаю погромче. Хорошо. Леночка, перезагрузим. В чем смысл бизнеса? Что нужно делать? Откуда выручать деньги? Кто мне будет помогать? И что я получу в результате? Ну, для начала разберем вообще, откуда можно вообще заработать деньги, будучи человеком. Такой известный американский мультимиллионер, инвестор, Роберт Киосаки, написал очень много книг по инвестированию, по обучению вообще, в принципе, как стать финансово независимым. И одна из книг у него, это квадрат денежного потока, где он, в принципе, все средства, которые можно заработать, делит на 4 квадрата. Это рабочие, это малый бизнес со специалистами, большой бизнес и инвесторы. В левой половине у нас рабочий и малый бизнес. Это 95% людей, в принципе, на всей планете, не только в России, в любой стране, это актуально. И 95% людей, ну, как мы видим, написано, что здесь всего 5% земли. Ну, как бы, сейчас более подробно расскажу. Кто такие у нас рабочие? Рабочие это все, кто работает по найму, на государство или на индивидуального предпринимателя. Ну, как бы, неважно. Ну, все работают на оклад, у всех определенные часы работы, отделенные выходные, налог на заработку, плату 13%. Отпуск только тогда, когда позволит начальник по графику. Как бы, вы полностью зависите от настроения, так сказать, внутри коллектива. Также большой риск увольнения, особенно сейчас, очень большие сокращения. Ну, косвенным плюсом таким, можно сказать, что идет стаж. Ну, стаж нам нужен для пенсии, а пенсия, как показывает практика и реальное состояние вообще экономики, очень маленькая, бедная пенсия, на которую, в принципе, невозможно выжить. Ну, как бы, большинство людей понимает, что здесь денег, в принципе, не заработать, можно только выживать, а не жить, пытаются каким-то образом подзаработать. Кто-то идет на какие-то шабашки-халтурки, кто-то идет на вторую работу, кто-то решает открыть собственный бизнес. Ну, собственный бизнес или малый бизнес, это нам, прежде чем его открыть, нужно придумать бизнес-план, продумать это все, взять где-то денег на открытие собственного дела. Чаще всего это берется в кредит, как бы то, сколько времени вы потратите на свой бизнес, сколько заработает. Потому что большинство индивидуальных принимателей, которые открывают какой-то свой маленький магазинчик, какой-то свое маленькое дело, они 24 часа в сутки, в принципе, проводят с этим своим бизнесом. Потому что кроме них больше никто ничего не сможет там делать. потому что доверять свое дело кому-то и обучать его очень рискованно. Потому что сегодня ты его обучил, завтра он ученый умный, пошел открыть свое дело. Зачем ему работать на вас, если он может работать сам на себя. Поэтому очень многие не любят никого обучать, стараются все делать самим, чтобы лишнюю конкуренцию себе не создавать. Очень большие риски в этом деле. Всего 4% предпринимателей через эти годы остаются актуальнее еще и на рынке. У 4% получается, и если дальше все хорошо, то после одного магазинчика может появиться второй, третий, пятый, десятый и так далее. Это уже большой делик. Когда у вас не одна точка, не одна вода, зависит от товара оборота. А когда у вас уже несколько точек, у вас уже какое-то раскрученное немножко бренд, уже командная работа, потому что в каждом магазинчике должен быть свой директор и так далее. То есть, если в одном магазинчике дела идут плохо, то в 9 других дела идут хорошо, поэтому в общем вы не страдаете. Но это уже называется большой бизнес. К нему у нас относятся сети магазинов или заправок или чего-либо, сетевой бизнес, фрончайзинг или MLM, то есть сетевые компании. Также у нас еще существуют инвесторы. Инвесторы это люди, которые инвестируют деньги в какие-то ценные вещи, ценные бумаги, недвижимость. Ну, здесь понятно, что деньги делают деньги, доход не ограничен, большое количество сегодня времени, но здесь, конечно, нужны изначально большие очень капиталы. Поэтому такого мало того, кого есть, поэтому сюда попасть очень тяжело. Ну, как мы видим, что в правой половине квадраты, где большой бизнес инвесторы, всего 5% людей и 95% денег. То есть, в принципе, чтобы быть успешным финансово-независимым, нужно попасть в правую половину квадратов. Ну, как же в нее попасть? Ну, первый вариант, ну, как обычные люди могут сюда попасть, это открыть свою сеть магазинов. Ну, как я сказала, что здесь финансовые вложения довольно-таки серьезные, риски большой процентный дат. То есть, вариант-вариант, но, как бы, тоже сравниваем наши вложения и, так сказать, относительно не вышли. Второй вариант это купить франшизу. Можно, в принципе, только здесь довольно-таки большие финансовые вложения, потому что франшиза стоит довольно-таки дорого. В нее входит полное обучение и сопровождение вас известным крупным брендом, франшизу, которого вы берете. Вот. Но обычно это все десятки миллионов рублей, а то и долларов стоит. Как бы, это дело очень дорого. Тоже не у каждого есть такие деньги открыть по франшизе какой-либо магазин дочкой. И третий вариант это сетевое макетинг. Здесь нет, в принципе, крупных финансовых вложений. Готовая система работы точно так же предоставляется все обучение. Но рисков у вас в принципе не таких. Почему же в принципе будущее для сетевого маркетинга? Как бы, я не знаю, обращали внимание нет, но очень многие сейчас компании даже линейные на бизнес начинают немножко переходить сетевой бизнес и бизнес-рекомендации. То есть компания Beeline, очень многие интернет-магазины представляют такие возможности поделись ссылкой с другом, если друг зайдет через тебя и будет покупать тебе процент этого. То же самое, как Beeline, поделись с другом, тебе будут бесплатные какие-то недобайки, еще что-то. То есть, в принципе, все больше бизнесменов и людей с коммерческим складом ума понимают, что, в принципе, никому мы так не доверяем, как рекомендациям друзей и знакомых. И поэтому все больше вливают эту идею и стать маслом. Вообще, в принципе, как работает обычный имейный бизнес. Существует какая-то компания-производитель, ее единственная цель она работает для чего? Чтобы был хороший сбыт и его товар доходил до потребителя. основная большинство сейчас систем работает так, что эта фабрика-завод или какая-то компания-производитель продает огромные партии крупному автовику, крупный автовик уже продает по меньшей партии среднему автовику, средний автовик уже берет там ящичками и продает мелкому автовику, ну а уже мелкий автовик работает непосредственно с магазином, потому что, ну, магазин берет мелких автовиков где-то чуть-чуть. И мы уже с вами приходим в магазин и берем какой-то продукт товар. Ну, как посчитали статистики, если на фабрике-заводе производстве та же самая зубная паста стоят 10 рублей, то, когда она уже доходит до магазина и лежит на зубовке, она уже стоит сто рублей. То есть, 90 рублей мы платим за что? За то, что крупный, средний, мелкий автовик довезли нам этот товар. В принципе, передали из ручек в ручки, также присоединилась реклама, которую мы видим по телевизору. то есть, вся эта наценка идет именно за это. То есть, платим мы не за продукт, не за качество, не за что, а просто за то, что к нам доставили. Получается, что 90% стоимости товара это стоимость доставки выдана. Также нельзя исключить такой факт, как контрафактную продукцию, то есть, по сделке, которые сейчас, к сожалению, очень много присутствуют на рынке, и постоянно оперативники раскрывают всякие подпольные производства, показывается это по телевизору, но показывается, как мне кажется, десятая часть, а то, может, и сотая того, что реально происходит в принципе у нас на рынке. Также работают компании сетевого маркетинга. Компании сетевые, они являются сами компаниями-производителями, и они непосредственно давно еще в сороковых годах двадцатого века придумали, впервые придумалась такая система, что почему бы напрямую с потребителем не работать. И что это хорошо? Они продают по более выгодной низкой цене потребителям. Потребителю хорошо, потому что качество товара хорошее, потому что исключается цена хорошая, потому что она намного дешевле получается, чем продукт такого же качества в магазине. И очень удобно, то есть нет в принципе рисков купить какую-то некачественную продукцию. Конечно, если ты покупаешь хорошую, качественную продукцию, по более дешевой цене, почему бы не порекомендовать ее другим? Компании сетевых очень много сейчас на рынке. Здесь у меня в табличке представлены очень крупные мировые компании, очень известные. И на вся выборка идет сравнение между ними, потому что ну, как мне кажется, другие компании, которые на рынке меньше, хотя бы 40-50 лет, в принципе, они с ними не сравнены. Вообще, компанию можно рассматривать, в принципе, как надежного, стабильного партнера, если он хотя бы 10 лет на рынке пробует, потому что до 10 лет компании это компании нестабильные, которые могут и очень часто подвержены рискам, особенно, как сейчас кризисные времена, что очень многие компании разваливаются, и люди, которые вели с ними бизнес, остаются ни с чем. Ну, как бы, я сотрудничаю с компанией и почему лично я выбрала именно ее? Во-первых, это потому что очень большой ассортимент. Выбор есть, в принципе, для мужчин, для женщин и для детей и на любой, да, такой кошелек, когда очень разнообразная продукция, есть с чего выбрать, и это очень хорошо. Стоимость регистрации всего 149 рублей или бесплатно, то есть, в принципе, вы получаете готовую бизнес-систему за 149 рублей. Это, в принципе, не деньги, с учетом того, что вы также получаете дисконт 20% на всю продукцию компании, то есть, считай, что купили скидочные карты. Скидочные карты сейчас и то очень дороже вам магазин стоит или нужно купить товары на несколько тысяч рублей, тебе это будет бесплатно. Ну, что, в принципе, у нас компания. Мы стоим на тысячу рублей. Купи, и будет бесплатная регистрация. Пожизненная, дисконт 20%. Что мне больше всего как бы привлекает компанию Reclame, то, что больше, чем компания Reclame, по ее маркетингу не платит ни одна компания. То есть, какой товар оборот нужно сделать нам с вами, чтобы получать доход от тысячи долларов, это в компании Reclame всего лишь пять тысяч долларов. То есть, компания платит ну, 20% от своего, в принципе, товарооборота. То есть, больше, чем она, не платит никто. если мы посмотрим на другие компании, то, ну, как бы, они вообще не очень любят своих партнеров. Возможность работы онлайн тоже очень актуальна. Ну, вот, особенно, честно говоря, для меня, потому что, муж военнослужащий, мы как-то очень часто переезжаем, поэтому привязанность быть с какими-то определенными городами, ну, для меня, не очень актуальна. Поэтому, что хорошо, в компании Reflame мы работаем по всей России, плюс 40 стран по всему миру, не выходя из своего дома, то есть, просто имея компьютер и интернет. Если вообще брать, в принципе, компанию Reflame сотрудничаем с 62-мя странами, но именно не выходя из дома, то есть, не ходя из каких-то сервисных центров и так далее, вот 40 стран, пожалуйста, людей выбирать, сотрудничать, очень удобно. Как бы, что именно там конкретно наши команды, территория роста всем нам дает? Это, конечно, готовый бизнес подключить, нет вложений и рисков, нет в территориальной привязанности, работая в удобное для вас время и любым удобным для вас способом. То есть, тут вы сами выбираете. Бесплатное онлайн обучение и помощь по-моему, без скайпы, 24 часа. Возможность перемещать с работой и учебой и возможность передать бизнесу на что-то. Как бы, в чем кратко между бизнесом вообще? Нам нужно создать большой товарооборот за счет цехи лояльных потребителей. И за это компания, за то, что мы создаем товарооборот, платить нам хорошую денежку. Готовая система обучения. Работа, в принципе, вся онлайн. Ну, кто-то хочет работать офлайн, работает офлайн. Как бы, у каждого свои методы работы, когда человек уже начинает работать, включается в эту систему, он сам для себя определяет, какой метод работы удобен именно для него и именно у него он получается. Потому что, честно говоря, сколько людей, у каждого свои какие-то фишки, у каждого свои способы работы. Вроде компания одна, но люди все разные, и Арифлейн для каждого свое имя и далее. Откуда же, в принципе, берутся деньги? Ну, как я уже говорила, что, в принципе, ты, когда берешь для себя продукцию, во-первых, хорошего качества, во-вторых, по очень хорошей цене, почему бы не поделиться такой хорошей новостью с друзьями, да еще вы понимаете, что здесь имеется возможность заработать неплохие деньги. Поделитесь с двумя друзьями такой прекрасной новостью, по-моему, не сложно. Они тоже не дураки, ведь правда, могут точно так же поделиться еще двумя друзьями, а те еще дураки. В итоге вы рассказали, порекомендовали бизнес всего двум людям, ваша команда уже 30 человек. заказ на передачи принципе, в принципе, средний заказ, ну, обоих не статистически, не меньше, тысячи рублей. ну, показывает статистику, это не я придумала, то, даже если минимальный заказ брать, то 30 человек взяли на тысячу рублей, ваш доход примерно три тысячи рублей. Ну, по-моему, неплохо. как бы, три тысячи рублей даже на дороге не валяется. Если вы позвали всего на одного больше, и рассказали, объяснили, показали, научили, в чем смысл, как что делать, ну, и каждый из них тоже, если у вас получилось рассказать троим, то и у них получится рассказать троим и научить их. То есть, всего-то вы пригласили на одного человечка больше, ваша команда уже 120 человек. По-моему, вообще прекрасно. Если 30 человек мылась на 30 тысяч рублей, то 120 человек уже мылся, да, довольно-таки внушительную сумму. Это уже 120 тысяч рублей, ну, сами считайте, что и доходы ваши также растут. Как бы, в идеале желательно вести и обучать пять хороших семейных партнеров. То есть, больше тяжело, ну, как бы, невозможно за всеми уследить, обучать и что-то показывать, рассказывать. Меньше, ну, не настолько эффективно. вот пять считается как идеальное число. Не зря же великолепная пятерка и вратарь, и замы в основном по пять штук, ну, как бы, это такое магическое число, можно сказать. Вот, вы пригласили всего пятерых, команда уже 708 человек. Понятное дело, что не все так симметрично развивается, это просто, ну, как бы, такая вот шаблонная, примерная схема, какая-то веточка быстрее растет, какая-то медленнее растет, как бы, но в среднем, если у вас пять активных целеустремленных людей, которые понимают, в чем суть и смысл, и готовы себя развивать, то ваши доходы уже растут с очень большой быстрой скоростью. Как бы сейчас что же нужно делать, в принципе, чтоб добиться здесь успеха, чтобы все было хорошо и был хороший рост. Первое, это потреблять продукцию, то есть просто заменить обычный магазин на свой онлайн интернет-магазин. Мы точно так же все равно все моемся, бреемся, красимся, и детей моем. Мы сделаем то же самое, только покупая в своем магазине. Никто вас не просит затариваться ящиками или еще чем-то подобным. просто по мере надобности. Ну вот у меня дома не найти уже ничего абсолютно другого, кроме как продукция компании Рисней. Во-первых, потому что это очень выгодно, а во-вторых, это качественно, и мне очень нравится, и еще компания может это платить деньги. Второе, это приглашать людей. приглашать на презентацию или собеседование онлайн и офлайн. Если вы новичок, то собеседование за вас будет проводить ваш спонсор, то есть человек, который вас позвал. Приглашать можно с помощью соцсетей, досок объявлений, мобильных приложений, вообще интернет в принципе помощь, любой удобный способ, как бы, на этом есть отдельная тема для обучения, как приглашать. То есть в принципе суперсерьезное, сложное, ничего нет. И третье, это посещать обучение самому и обучать свою команду. Ну, для чего это нужно? Если ты сам обучаться не будешь, то понятное дело, что люди твои обучаться не будут. А самому понятное дело, что очень тяжело приглашать, 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 если другие люди вас не повторяют, то вы будете сам один вести свою тележку и далеко не уедешь. С командой намного проще. Так мы обязательно обучаем свою команду. Помощь нам обучающие вебинары, обучающие YouTube канал, обучающие сайты у нас, также скайп-чаты. Ну, как бы, было бы желание у нас все инструменты для этого действия. Ну, как бы, в цифрах мы посмотрим доходы и премии. Понятно, что все мы начиняем с нуля. У всех сначала нет никакого дохода. Как говорится, пока нет товарооборота, нет дохода. Это логично. За просто приведенных в компанию людей компания не платит. Компания заинтересована в товарообороте. И самая первая денежка, которую нам дается, это за товарооборот 150 баллов. Один балл примерно 35 рублей. Ну, это где-то 5000 рублей. У вас доход 150 рублей, если вы расслеживаете. Ну, у меня представлены доходы в Украине, в Европе, Казахстане, потому что мы сотрудничаем с многими странами, очень много партнеров. Ну, как бы, дальше больше мы видим, что чем больше товарооборот, тем больше процентов этого товарооборота мы получаем. То есть, в принципе, когда мы доходим до товарооборота где-то 200-300 тысяч рублей, это мы уже доходим до уровня директора. А директора это уже зарплата от 35-40. Ну, здесь вот минимальные доходы, честно говоря, и более. Дальше, ну, как бы, тут дело на этом все не останавливается, и если под вами также растут директора, как и вы, то у вас доход растет просто в геометрической прогрессии. Далее, старший директор, золотой директор. Ну, тут представлен годовой доход в рублях и годовой доход в долларах. В принципе, мы как бы видим, что в принципе необходимо просто растить под тобой готовых к изменению своей жизни людей, которые тоже хотят вырабатывать, и вы будете довольно-таки успешны. Кто же вам будет помогать? Ну, во-первых, это компания-партнер, наша компания всегда очень выгодные акции, подарки, вам, в принципе, думать ни о чем не нужно, ни о логистике, ни о доставке, ни о хранении, ни о бухгалтерии. Все компания за нас ведет сама. Также спонсорская поддержка и обучение. То есть, ваш спонсор, человек, который вас позвал, пригласил, ну, вышестоящий спонсор, и также с ним нужно познакомиться. Постоянно, как бы, любой вопрос, всегда, все готовы помочь. В скайт-чатах, если вашего спонсора нет онлайн, или находится в другом городе, или, ну, мало ли, какие обстоятельства, то в скайт-чатах любой вопрос, вся команда абсолютно вас поддержит. У нас очень большое количество людей всегда онлайн в скайт-чатах, то есть, в принципе, которые уже работают и которые уже добиваются успехом, поэтому нет злых вопросов. Как бы, все были новичками, мы всегда всем вам рады помочь. То есть, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, мы вся одна команда, мы заинтересованы вашим ростом. только вы что в этом были заинтересованы с вами, что вы получите в результате? Это свой успешный бизнес, который можно передать по наследству. То есть, вас, в принципе, из компании уволить никто никогда не сможет. Вы уже, после заключения договора, составляетесь со всеми ее партнерами. Вы можете этот свой номер передавать по наследству детям. Мало какая компания, конечно, такие возможности предоставляют. Это личностный карьерный рост. То есть, по мере продвижения в компании вас появляют тоже свои лидеры, которых вы тоже обучаетесь. И тем самым сами себя поднимаете в первую очередь из своих глазах, из глазах своей команды. Поэтому это очень важный путь. Я думаю, постоянно растущий доход. То есть, в принципе, люди мылись, моются и будет мыться. И постоянно приходят новые люди, которые понимают смысл бизнеса, понимают, что здесь можно заработать, понимают, что это очень удобно. И, конечно, доход, растет товарооборот, растет доход. Ничего сложного. Пассивный доход перспективы. То есть, в принципе, когда уже под вами вырастают лидеры, директора, у вас уже идет постоянный по жизни процент товарооборота. Вам компания платит за то, что вы обучили, научили людей зарабатывать деньги. по-моему, это очень удобно. То есть, научи один раз человека, как он может зарабатывать, ты можешь зарабатывать всю жизнь. в принципе, это как написанный какой-нибудь бестселлер, за который требует пожизненно платить. Признание от компании партнеров по-другому. То есть, за всякие маленькие успехи всегда поздравляют даже за самые маленькие первые ступенечки. А чем дальше, тем больше. И впоследствии уже на банкете берегторов обращают большие чеки с премиями. Это очень приятно. мало какой вообще в принципе компании такое возможно обычно на работе. Если ты сделал что-то, хорошо тебе ничего не сказали, а если сделал плохо, то поругали, какого-нибудь выговора. То есть, обычно признание и чего-либо подобного не бывает. Партнерские программы это ризотные авто ипотечные стартования. путешествия за счет компании от одного до трех раз в год. Тоже не каждая компания такое может предоставить. Ну, как бы, все в ваших руках. 100% непредпринятых попыток не уменьшается успехом. То есть, если лежать на диване и ничего не делать, то деньги с потолка падать не начнут. это как бы, я думаю, всем понятно. Вот. Поэтому дерзайте. Вы сами с нами присоединяйтесь. Потому что, как говорится, подлежащую попусть долларов не подсунете. Ну, если вы приняли положительное решение, те, кто еще не с нами, обратитесь к человеку, который дал вам ссылку на это видео или вебинар. Познакомьтесь с вышестоящим директором, сделайте с помощью человека, который вас пригласил в личный кабинет, и активируйте его, разместив любой заказ уже в нем. Получите и выполните все первые инструкции от человека, который вас пригласил, ежедневно обязательно будете на связи, посещайте все обучающие вебинары и ВВО. Будем вас рады видеть в нашей команде. Спасибо за внимание.